При этом американцы несут большие потери в Масуле. Боевики взорвали танк «Абрамс». Технику производят именно в США. Сейчас она стоит в том числе и на вооружении армии Ирака. Террористы яростно пытаются остановить это освобождение города, которым сейчас и занимается коалиция во главе США и иракской армии. ИГИЛ уже провозгласила Масул своей столицей в Ираке. Кстати, людей, коалиция бандит и в Сирии. На этот раз удар нанесен по городу Манбидж. Как минимум трое человек погибли. Но тем временем в Сирии обстановка продолжает накаляться. Террористы атакуют в том числе и журналистов. Мой коллега, специальный корреспондент лайфа в Сирии Артур Кибеков попал под обстрел снайпера в пригороде Дамаска. Стрелок открыл огонь по съемочной группе в тот момент, когда готовился очередной сюжет. Снайпер пытался попасть из нас. У него, слава богу, не получилось. Мы быстро в той комнате, где действительно подходила подготовка к сюжету. Попал он в дверь, которая над нами. Буквально в фантазии от меня и от оператора. Ну, слава богу, очень повезло нам всем. Продолжение следует...